Всем привет! Это хроники войны с Татьяной Поповой. Сегодня 55 день войны и мы обсуждаем, как обычно, все то, что происходит на фронте или произошло на фронте с нашими экспертами. Сегодня это генерал-лейтенант в отставке Игорь Александрович Романенко. Игорь Александрович, добрый день! Добрый день! Если можно на русском языке, потому что мой канал на русском языке и там 30-40 процентов из России смотрят. У нас основная, конечно, тема заявлена в заголовке. Это Москва, крейсер, флагман российского черноморского флота. Но я не могу не задать вам вопрос. Вот сейчас, вчера, по-моему, началось все-таки это наступление на Донбассе, к которому готовились. Как вы можете оценить ситуацию, которая там сложилась? Российская Федерация начала вторую наступательную операцию, которая длительное время готовилась, собирала силы живые и вооружение по всей России. Завела последнюю не участвующую в боевых действиях в Украине усюрийскую армию, да укомплектовала, чем могла и привела на территорию Украины. И всю эту группировку сформированную они со вчерашнего числа вводят в бой. В первую очередь с целью захвата в границах областей Луганскую и Донецкую области. И здесь идут тяжелые бои. Они нанесли удары тяжелой артиллерии, системой залпового огня, авиационные удары, осуществили подготовку и медленно продвигаются в завершение этой задачи. Кроме того, к задачам относятся окончательное взятие Мариуполя и удержание сухопутного коридора на Крым. Это как минимум. И вот в результате боев, которые там сейчас разворачиваются, будут решаться эти вопросы, которые из регионального могут перерасти в стратегический уровень. А вот я обсуждала это с несколькими своими друзьями после того, как я увидела документы, которые, по-моему, выдала в какой-то момент Главное управление разведки наше. По-моему, его публиковала «Украинская правда», но как отдельный файл. Я опубликовала у себя в Телеграме. Кстати, подпишитесь на мой Телеграм-канал. Я надеюсь, покажет позже значок. Я опубликовала прямо постранично эти материалы. Я так поняла, что Россия готовилась, да, вот этот был план «Север», план «Восток» и план «Юг», судя по тому, что я понимаю. И мне кажется, что вообще-то даже у них был как бы план «Максимум», план «Минимум» — это коридор на Крым, о котором вот, собственно, все предупреждали. Помните, генерал Ходжес, по-моему, даже в наших общих с вами интервью он говорил об этом коридоре на Крым. Но при этом официально они изначально же заявляли, что мы восстанавливаем Донбасс и Луганскую область до размера границ. Да, это был, видимо, средний какой-то план. Ну и «Максимум» — это был захват Киева и вообще всей левобережной Украины. А вы как? И вот то, что мы все отвлеклись на Киев, когда началась атака на Киев, на Харьков, это, в принципе, и позволило, как я понимаю, им достаточно легко и быстро в первый же день атаки уже подойти к Херсону. Это в нынешних действиях или вы имеете в виду? Ну, я… Документы разведки, которые опубликованы, они о том, как они… Ну, мероприятия по подготовке, да, там, они знали в каждой деревне у нас, там, сколько это оборудовало… Опять-таки, это ту информацию, которую наверняка им специально выдали наши, да, у кого сколько там джавелинов в каком нашем батальоне или отряде, у кого сколько инлавов. Они готовились, они прорабатывали, там, какая группа заходит куда и так далее. И вот мне кажется, что по факту удар на Киев, он был планом-максимумом, о котором они, конечно, их офицеров, своих офицеров даже, которые приехали с парадной формой под Киев, не информировали. А план-минимум – это был коридор на Крым. План-максимум – это было в течение недели разрушить, в принципе, наше государство и, как бы, разрушить нашу нацию, как украинцев. А достижение этого задачи входило, в первую очередь, взять столицу со всеми вытекающими последствиями военно-политическими для государства. И при реализации этого они действовали с девяти направлений, но поскольку этот Блицкрик был сорван, то они переформатировались, сделали выводы, поскольку первую операцию проводили на необъективных данных, за что сейчас там платятся и военные, и ФСБшные генералы. И поскольку данные были необъективные, вообще три таких стратегических ошибки они сделали при этом. Первое – недооценили вооруженные силы Украины, переоценили свои. Второе – объективно не ценили состояние общества в нашем государстве, правительство, президент, общество должно встречать, как бы, по старинке 2014 года в отдельных местах, там, с цветами, приветствами, плакатами. Правительство при начале войны разбежаться, президент – улететь. Ну, как мы знаем, что произошло на этот счет. И третий момент – это для них неожиданно была тоже разведка, ну, и сбор всей этой информации были необъективными, что на фоне сопротивления Украины, нашего народа, вокруг нас объединятся союзники, и достаточно активно будут нам помогать. И с этим, что были такие просчеты в оценке ситуации, значит, сама операция была спланирована с профессиональной военной точки зрения, некачественной, и они ее проиграли. Сейчас они сделали выводы, они собрали большие силы, и я хотел бы сказать, что в первой операции мы перемололи третий боевого потенциала, но еще две трети есть. То есть, на начало войны они нас превосходили в три раза по военному потенциалу. И, значит, он же не сводится просто к количеству войск, личного состава, военнослужащих. Там достаточно оценки в это и входит и вооружение, и современность этих вооружений, возможности, в первую очередь, этих вооружений. Так вот, на начало было вот так, а сейчас у них еще осталось две трети этого потенциала, плюс они собрали все возможности, и поэтому, так сказать, поставили, сделали изменения в системе управления. Раньше управляли армиями на территории Украины генштабом из Москвы, что было неверно, значит, с военной точки зрения, опять-таки, ситуацию изменили, налаживаются, делают выводы, и для нас представляет, значит, естественно, большую угрозу, мы к этому готовимся. Поэтому эти бои будут, которые уже начались, очень сложными для вооруженных сил Украины. Нужна всенародная поддержка, я думаю, которая и будет осуществляться. Скажите, сегодня, кстати, с утра появилась информация по изюму, что было применено химическое оружие. До этого была информация, что в Мариуполе несколько дней назад что-то тоже применялось. Ну, в Мариуполе невозможно ни образцы взять, ничего проверить. С изюма, насколько я понимаю, какие-то образцы, ну, во всяком случае, так было написано в публикации, что там образцы были собраны и отправлены куда-то, ну, видимо, в Киев, как минимум. Что вы можете сказать? Ведь этот новый, это, кстати, еще по поводу перестановок в российской армии, да, мы видим, что там новый командующий армии, как вы сказали, перенесли из Москвы, наверное, на Донбасс куда-то. Это не армия, это командующий вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины, он бывший командующий Южного военного округа, это округ в составе вооруженной силы Украины, вооруженной силы Российской Федерации, куда входили все силы, которые должны действовать против Украины в целом. Вообще по всей Украине. А сейчас, поскольку главная задача это действие на Востоке, то это в первую очередь, вот направление, операционное направление восточное. Он же просто также известен своим опытом сирийским, где он применял химическое оружие, насколько я понимаю, ну, руками сирийской армии, но применял. Он известен по истории его служебной деятельности, с тех пор, как принимал участие в Чеченской Второй войне, она характеризовалась очень схожими эпизодами, когда для подавления сопротивления использовалось оружие массового поражения, использовалось оружие большой мощности, и поэтому системные залпового огня сносились просто селения, города и так далее. И поэтому, набрав вот такого рода опыт, он потом управлял целый год группировкой российских вооруженных сил в Сирии, где известен вот как мясник сирийский, или он же руководил, значит, разрушением Алепа как такового. То есть опыт у него вот использования таких силовых возможностей вооруженных сил имеет место. Но там было, отсутствовало, так сказать, сопротивление. Ну, это другие противостояния. В Украине все гораздо сложнее, они на себе все это ощутили. Но советские подходы и вот опыт, который набран за эти войны, чеченскую Вторую и сирийские, он, безусловно, здесь применяет дворников, генералов. Так это могло быть химическое оружие, на ваш взгляд? Да, я считаю, что, ну, очень сложно дали доказуемо. Однако, россияне специально делали таким образом, чтобы это было сложно разделить. Но воздействие на военнослужащие и цивилие имело место в Мариуполе. А сейчас, значит, пытаются объективно доказать, что это произошло и под Изюмом. Поскольку союзники, в частности, президент Соединенных Штатов Америки, говорил о том, что как только будет иметь место применение этого оружия, то, значит, воздействие на Российскую Федерацию и помощь Украины принципиально изменится. Ну, вот посмотрим. Ну, да, действительно, посмотрим, потому что, в принципе, и так же уже объявили ленд-лиз. Правда, нам еще ждать, пока за него проголосует, проголосовал ему Сенат. Они уже не видели. Нет, не проголосовал Сенат, не проголосовал Конгресс и не подписал Байден. Это то, что касается ленд-лиза. Вот эта помощь сейчас на 800 миллионов, это другая помощь немножко. Да, она идет, но ленд-лиз это несколько иное. Ну, представители, Несси Пелоси, которую возглавляют, ну, в общем, не ушли на двухнедельные отпуски, поэтому имеем, что имеем. Да, ну, будем надеяться, что это произойдет. Да, ну, только в ленд-лизе. Это же принципиальный подход заключается, что сначала химическое, там совсем немного останется и до ядерного. То есть это такой критерий, очень серьезный звонок. Да, с одной стороны, с другой стороны, по-моему, сегодня МИД, или вчера вечером, МИД опубликовал количество стран, и какие страны вернулись в Киев. И я вижу, что там, ну, посольств 20, включая, как минимум, посольство ЕС, посольство Франции, посольство Италии, посольство, понятно, прибалтийских стран, посольство Польши, естественно, и других стран. Турции той же. Вот, мне кажется, что они бы не возвращались, наверное, если бы Киеву грозил удар ядерным, даже тактическим оружием. Да, это смелая поддержка украинная, дипломатическая, и мы можем ее только приветствовать. Хотя, с другой стороны, мы знаем заявление Медведева о том, что там вот, если они посчитают, что где-то наносятся какие-либо удары или какие-то действия против объектов на территории непосредственно Российской Федерации, то они оставляют за собой право наносить удары пациентам принятия решения. Ну, они и так, по-моему, их бомбят с первого дня, мне кажется. Ну, пока не было, не бомбили офис президента, правительство, парламент и так далее. Ну, подождите, ракету возле Министерства обороны сбивали, насколько я понимаю, там, где офис Генштаба и Министерство обороны. Я подозреваю, что они могли бы и бомбить, пытаться бомбить по офису президента, просто ПВО работало, наверное. ПВО работает, эффективность повышается, но нужны средства противовоздушной обороны, хотя бы ближнего и среднего радиуса действия, такие, как наши С-300, Буки, поскольку вот переносных зенитных ракетных комплексов, которые нам помогают, спасибо им, дальности, высоту расширяют там до 4-5 километров, однако не решать этими средствами задач противовоздушной обороны, поскольку нужны вот такого рода комплексы, которые бы могли активно противодействовать на соответствующих дальностях и высотах авиационным средствам противника, в котором у них имеются в авиационных средствах, в общем-то, преимущества. Мы это знаем, и надо, конечно, воздействию которому они тоже не были готовы, но они уже, во-первых, адаптируются, приспосабливаются, и опять-таки со всей России фактически собирают боеготовые свои силы и, главное, подготовленных летчиков. Тут вот что еще очень важно, кроме техники 21-го столетия, в том числе авиационной, необходимо, чтобы были подготовлены. Их сбивали уже на уровне майоров, подполковников, потому что вот такого уровня подготовки и званий летный состав может выполнять задачи по применению высокоточного оружия, ну, не одиночными самолетами, а там, звеном и больше, и так далее. Поэтому по вооружению противника, которые, по степени их расставящих подготовки, нам необходимо реагировать соответствующим оружием. Подготовкой мы занимаемся, но весь вопрос, как известно, еще во времени. И чем сложны вооружения, которые мы осваиваем или которым нам помогают, тем больше времени надо на его освоение. Здесь есть серьезное противоречие, так сказать, по этой ситуации. Хорошо, мы с вами обсудили ситуацию там в Донецком и Луганской регионе, да, мы понимаем, что там происходит. Я вижу очень много в последние несколько дней авиабомб или ракет и даже обстрела в артиллерии на Харьков. Это связано с тем, что, ну, во-первых, они стоят слишком близко к самому городу. С другой стороны, даже если их отодвинут на границу с Россией, ведь все равно там какая-то даже дальняя артиллерия будет добивать до Харькова. И Харьков получится... Ну, вообще, есть ли какие-то вот средства военные, которыми можно защитить города, крупные, находящиеся в непосредственной близости от российской границы? Существуют ли они вообще? Защитить надо введением соответствующих боевых действий, созданием соответствующих оборонительных сооружений, вообще обороны. Для этого нужны средства вооружения, подготовленные войска. В общем-то, по нашим возможностям, что и осуществляется вокруг Харькова. Относительно Харькова, на мой взгляд, тут есть два обстоятельства. То есть, личные взгляды путинские на сакральность этого города, как первой столицы Украины советской. И поэтому было бы знаменательно, если бы ее захватить, показать. И, может быть, как и сто лет назад, сделать ее основой или центром формирования путинской Украины в составе Российской Федерации. Что он бы очень хотел. Для этого, как известно, перед войной было оголошено, провозглашено о том, что ЛДНР, они признаются. Ну, и мы знаем, какие усилия принимаются к созданию Херсонской народной республики, проведения там очередных квази-выборов. Более того, известная информация доводилась, что с лета прошлого года на территории западных областей Украины готовились диверсионные группы, делали закладки, так называемые консервы, которые должны были до начала войны подготовить актив к провозглашению народных республик именно здесь. И в необходимый момент они должны были подготовить до 500 боевиков с тем, чтобы после начала войны захватить, собственно, власти провозглашения. Да, да. Если можно, давайте вернемся к Харькову. И какими средствами можно обезопасить сейчас город от бомбежек этих? Нет, ну, значит, это военно-политический аспект. А военный заключается в том, что Харьков, он существенно не дает возможность более активно реализовывать захват с востока, то есть бои там, вот, изюм и так далее, то есть в районе операции объединенных сил. И с военной точки зрения, что если бы был взят Харьков, то потом, значит, захватывать эти районы, о которых мы говорили, с военной точки зрения ситуация бы упрощалась. По обороне известные средства у нас не хватает современных. Те средства, которые по противовоздушной обороне, это советские, понимаете, это 20 века. Вот, и партизанскими переносными зенитно-ракетными комплексами эту проблему не решить. То есть Харьков не уникален в чем-то, как объект обороны противовоздушная, а весь вопрос в наборе средств, которые реализуются, они должны современные, и подготовки расчетов на этих вооружениях. Вот и все. То есть там нужно больше систем ПВО и больше систем ПРО и какими-то высокоточными оружиями убивать артиллерию, которая может добивать туда с российской даже территории. Конечно. И ракетное оружие. Я хотел бы напомнить, что наряду с тем, и это раньше обсуждалось активно, что у нас заврали сначала тактическое и ядерное оружие, и только через два года стратегически ради ядерное оружие, и в этом серьезный момент, на который мало кто обращает внимания, потому что нам нужно было бы достаточно хотя бы тактического ядерного оружия, но это понимали наши союзники на то время, а может быть враги, которые забрали его в первую очередь, а потом уже стратегическое. Так вот, кроме ядерного оружия забрали одновременно и ракетное оружие, стратегическое, оперативное, и даже, значит, на точках, которые аж до 120 километров, там забирали оголовки самонаведения по соответствующим договорам. Вот таким образом сдавалось. То есть ракетное оружие, принципиально как в Харькове, так и не в Харькове, значит, которое у нас, в общем-то, по сути, только старое, и ограниченное количество, то есть весь вопрос вооружения в подготовке на основании вот этих войск, современно вооруженных и подготовленных, создания системы обороны или Харькова, или другого города, или в целом Украины. Хорошо, еще такой вопрос. Николаев, вчера в каких-то российских телеграм-каналах, таких, ну, совсем повернутых на войне, скажем так, появилась информация, что там, Николаев, срочно уезжайте, с вами будет как с Мариуполем. Ну, понятно, что это идет какая-то информационно-психологическая спецоперация, для того, чтобы посеять в городе панику и так далее. Это при том, что, насколько я знаю, даже в Херсонской области наши их оттесняют. У меня там был мой знакомый, который ездил по передовой, и то, что вот он, ну, я верю этому человеку, потому что он не связан с вооруженными силами и явно не будет обманывать. Да, там несколько небольших каких-то деревень освобождаются, наверное, каждый день. Зачем они сеют сейчас эту панику в Николаеве? Чтобы что? Чтобы подготовить почву для того, чтобы более успешно проводить свои боевые действия. То есть вы же специалист в информационной сфере и знаете, что информационно-психологические действия на противника, на население государства, с которым воюются, принципиально важно. И они создают почву воздействия для успешных ведений боевых действий. То есть то, что их не встречали цветами, транспарантами, приветствующими и так далее, они были очень удивлены, поскольку закладывались миллиарды денег, долларов, на то, чтобы это все готовить до начала войны в нашем государстве. Они, очевидно, раскрадались и использовались совсем по-другому. Ну и потом обстановка ситуации. Мы уже говорили с вами об ошибках стратегических, принципиального характера, которые допустили при подготовке первой операции. Так вот, здесь уже они сделали выводы, поэтому готовят почву для того, чтобы даже наши успешные боевые действия в районе Херсона, в районе Николаева перекручивать по Геббелесской в состояние, в ситуацию, когда якобы там уже наступают, якобы захватывают, и вот готовьтесь, бегите и поддерживайте оккупантов. Это известная история, не новая, и они здесь ее применяют, к ней надо будет готовить, и готовимся мы, и проводим соответствующие контр-действия. Так, хотела перейти к основному вопросу, ради которого я вас позвала, учитывая вашу специализацию в войсках ПВО. Кстати, нас сейчас смотрит на моем канале 360 человек, если можно, пожалуйста, поставьте лайки и сделайте репост в ваших соцсетях. Ну и также пишите вопросы, в конце программы, может, мы попытаемся на некоторые ответить. Смотрите, вопрос все-таки, каким образом удалось подбить такой вот крейсер, флагман Черноморского флота, которым все гордились, который должен был быть, по-моему, убийцей авианосцев, они его называли, без всякой, по-моему, и авиации-то, да, если я не ошибаюсь, там же был максимум Байрактар и два Нептуна. Каким образом это вообще могло произойти, что их ПВО не сработало вообще? Ну, по вашему счету, с военной точки зрения, преувеличиваются возможности этого корабля, и, значит, его 70-х... Ох, извините, вот и правда. Как всегда, когда его строили, и так сложилось, что в 90-х годах, когда я служил, значит, на юге, в Одессе, кстати, при соответствующих на то время отношениях, я был приглашен как специалист по противовоздушной обороны на этот корабль для, значит, показа, в том числе и мне, проведения учения по противовоздушной обороны. Вот игра судьбы, если хотите. И тогда они, значит, запускали цели, значит, что-то сбили, что-то не сбили, но, то есть, еще с тех времен этот корабль, и с тех времен его возможности. Но с другой стороны, надо сказать, что там несколько месяцев, полгода назад, они вложили большие деньги по оценке где-то до полумиллиарда долларов на то, чтобы его модернизировать, обслужить и так далее. Это кроме общей оценки на 750 миллионов долларов, которые он представляет как корабль со своим вооружением. То есть, оценочно это вот так. А теперь возможности средств, которые были, да, современное средство, и то относительно С-300, которое было на этом корабле, а также ОСАД, это ближнее действие средств. Вот, значит, он должен был выполнять задачи не только прикрытия противовоздушной обороны себя, но и корабли с группировкой, которой он управлял. То есть, тут очень важно понимать, что этот корабль управление ко всему прочему, поэтому кроме 510 по штату, которые, скорее всего, было там моряков, еще в оценках до 70-80 человек офицерского состава Черноморского флота, управления штаба Черноморского флота, поскольку это был флагман, и в море осуществлялось управление. Умелось еще средства разведки, то есть и системы управления. Так, опять-таки, сложилось по службе, что я был с одной стороны на крейсере на этом Москве, и добивался, и попал на пункты управления этого корабля, не только по ООСА, а в СЭРМ корабля, а также в свое время был на авианосце американском. Эйзенхаур, и тоже, значит, добивался, тоже они меня допустили, это пункт управления, где осуществлялось управление, оценка подводной, надводной, воздушной обстановки. Вот сравнение, на то время ему было 30, сейчас уже больше лет, поэтому можно было сравнивать. Российский корабль в возможностях, естественно, проигрывал, и поэтому, так вот, что у него такие возможности, это больше, опять-таки, российской пропаганды, чем возможности, с одной стороны. А с другой стороны, это не так, как некоторые средства массовой информации говорят, что случилось с Москвой. Это по-путински ответ, когда он, помните, по Курску погодная лодка, Она утонула. Вот, и у нас, говорят, да, вот, наклонился и утонул. Там пожар случился, это там матрос курил, бросил, ну, и вот в таком стиле. А была разработана, подготовлена операция с нашими возможностями. Я соглашаюсь с вами, что там были беспилотные летательные аппараты, которые отвлекали внимание средств противовоздушной обороны, а с другой стороны, в это время нанесли удары значит, нептумнами, которые скептически относились к этому вооружению разработки, своевременности и все остальное. Россияне и многие другие эксперты значит, в результате поражения двумя ракетами и дальнейшего подрыва боезапаса этот крейсер был уничтожен. И с точки зрения военных действий это серьезная победа. Россияне тоже это так оценивают, потому что был арестован командующий Черноморского флота с точки зрения оценки ситуации военной. Вы подтверждаете арест командующего? Хотя там и был следующий вопрос. Я хочу сказать, что я больше в это верю, чем не верю. Поэтому, думаю, так и случается. Я знаю о том, что вот эта тема и эти подходы существуют. Они арестовали своих командующих, известные аресты генералов и офицеров ФСБ, то есть те, которые были ответственны за те стратегические три ошибки и другие, и раскрадание денег на реализацию этих подходов. А теперь ФСБ, естественно, старается перевести все на вооруженные силы. Это известные подходы, которые реализовывались в свое время по ответственности во Второй мировой войне, когда Советский Союз таким образом вступил в других войнах. И мы имеем это и сейчас, с одной стороны. А с другой стороны, оценка нашего верховного главнокомандующего, который присвоил очередное воинское звание, нашему командующему военно-морских сил, адмиралу Нейшпапе. То есть мы имеем оценки с двух сторон одних и тех же событий, и это отражает важность того, что произошло. Понятно. То есть вы считаете, что это все-таки было хорошо... Ну, вы не первый, на самом деле, мне американский военный на этой неделе тоже... Кстати, он тоже был на этом крейсере «Москва» неоднократно. И он также говорит, что это была блестяще спланированная операция украинскими военными. Мне такого не хватило на один раз. И слава богу, из того, что я в свое время увидел его возможности, и все. И даже модернизация этого корабля с улучшенными возможностями ему не помогла. И туда им и дорога. Смотрите, есть много информации о поставках вооружения, или там будущее, согласовании. Мы будем обсуждать сейчас с вами только то, что есть в СМИ. Ну, то есть уже было в СМИ. Мы не будем обсуждать того, чего, например, вы или я знаете, и чего еще не было в СМИ. Германия. То есть тут было сразу за прошлую неделю было несколько каких-то таких моментов, когда, с одной стороны, вроде как Штанмайер сказал, что его не пригласили в Киев, ну, и там сказали, что будут не рады. При этом наш МИД, конечно, говорит, что нет, такого факта не было. Просто ехали президенты только дружественных стран, так сказать. При этом сюда приезжают, опять-таки, там представители Германии. Ездили они и в Бучу. Ну, то есть все поехали, посмотрели, на что способен русский мир в реальности, от чего Украина защищает Европу. И сразу появилась информация о том, что будем передавать Украине тяжелое оружие. Но внутри появились какие-то разногласия. Ну, вроде опять, как я читаю новость вчерашнюю, что все-таки решили, что будут передавать. А что за оружие? И что ж такое делает Германия, что нам очень надо? Во-первых, правительство выделило средства, но это 300, по-моему, миллионов евро. Но передают оружие то, которое в первую очередь сохранилось от Национальной народной армии ГДР. Вот это советское близкое оружие, понятное, но опять-таки с прошлого века. Оно надо нам и такое. Но вот сейчас, так сказать, числяется действие и подход в том, что, конечно, такое надо для того, чтобы остановить и перемолоть это наступление, и эти действия противника. А оружие современное, 21 века, которое более эффективно надо освоить для того, чтобы очистить нашу землю от противника, в принципе. И добиться, по крайней мере, пока установления перемирия, которое даст нам передышку подготовиться и дальше бороться с противником за мир в Украине. А он может быть только тогда, когда будет Российская Федерация побеждена вместе с нашими союзниками. В принципе, изменен путинский режим и переменена ситуация социальная в этом государстве. Поэтому, в первую очередь, оружие Национальной народной армии. Кроме того, Мердор – это боевые машины пехоты, старые, но с очень хорошей защитой. Конечно, они нам нужны. Старые танки «Леопард-1» до 50. Относительно тяжелых, более современных танков, которые имеются, у немцев могли бы готовы и быть переданы. Шольц думает, ну, я думаю, с учетом этого мнения, так сказать, не на государственных каких-то основах, а на информационном, как специалист участвующий в информационном волонтерстве, могу сказать, что эти танки есть, они готовы. Но, возможно, Шольц обиженный отношением к Штанмайеру. Хотя есть что и есть за что, на мой взгляд. Но вот это мой личный взгляд. Мы помним все эти минские соглашения, роли, места и участь Штанмайера в поддержке наших на то и время оппонентов, в общем-то, врагов нашего государства и нашего народа. Поэтому, вот, кроме того, там есть минометы. Есть возможности и очень важны. У немцев есть очень современные дальнобойные и высокоточные галбицы. То есть, это уже оружие, которое бы помогало, я говорил, приступить, во-первых, приостановить и перемолоть. Значит, вот это наступление, вторую операцию наступательную, которую россияне проводят. И подготовиться к тому, чтобы очищать, в принципе, нашу территорию от этой российской навалы. У меня еще, конечно, есть вопросы по международке. Но тут есть вопрос, я так понимаю, для человека он достаточно важен. Ольга из Одессы, я так понимаю, спрашивает, остается ли риск захвата Одессы сейчас, после затопления Москвы, скажем так. Ну, затопление даже такого важного корабля, результатом, кстати, чего явилось то, что они вынуждены были считаться с нашими возможностями по воздействию на их корабельный состав и отвели за 200 километров. То есть, их корабли там как бы не участвуют, ну, можно спланировать, можно начать. Но для того, чтобы это осуществлялось с российской стороны, необходимо саму по себе десантную операцию морскую проводить они не будут. А вот если создавать условия, это значит захватывать Херсонскую, Николаевскую области и осуществлять на нанесение ударов по сухопутке, то одновременно тогда можно вести разговор в морском десанте и в целом попытке, значит, захватить Одессу. Но здесь еще, как мы видим, идут бои за восточной операционной, донецкой операционной зоне. И поэтому до Николаева и до Херсона мы с вами обсуждали, там, это у них есть намерения и цели, но в Тагесе они пока еще не достают. И тогда, возможно, если пробиваться им до Николаева, тогда, может быть, оживить ситуацию на Приднестровье, хотя там очень слабые силы. Ну, тут можно про что было говорить, но всему этому разрушают эти планы, наши вооруженные силы, которые надо поддерживать, которые будут иметь силы все это приостанавливать и достигать свои цели в оборонительной операции, которую они проводят. В общем, если подсуммировать, Одессе по-прежнему грозят ракетные обстрелы, поэтому Ольге и другим нашим зрителям из Одессы нужно соблюдать правила при воздушной тревоге спускаться в помещение для безопасности. Но сухопутной операции высадки десанта мы пока не видим на Одессу. Это так, но у них остается из Черноморского флота пять кораблей, которые имеют калибры, которые могут их использовать для нанесения соответствующих ударов. Вообще калибры по всей территории Украины, в том числе и по Одессе. Да, и они делают это не только с кораблей, но в последние недели начали делать это со стратегических бомбардировщиков. Ту-295 М, Ту-160, Ту-22 М3 по Мариуполю в частности и применять тяжелые бомбы. То есть поскольку средств в обычном подходе им не хватает, то они идут на то, что Путин ставит задачи использовать и стратегические вооружения, в том числе, поэтому они продвигаются. И мы с вами говорили о химическом оружии, поскольку не достигаются цели. То есть первая проваленная операция, и сейчас идут тяжелые бои, реализация задач достижения, задачи с их стороны во второй наступательной операции. Хорошо. Еще у меня вопрос по международке. Недавно МИД, по-моему, два дня назад, МИД разослал письма всем странам, которые рассматривают поставку вооружения или поставляют вооружение, о недопустимости этих поставок. Не поставляйте ничего Украине, а то грозили им всеми карами. И пока я видела ответ только Чехии, где они сказали, почему мы должны вас слушать, условно говоря, если весь ответ упростить. Как вы считаете, на какие-либо страны может подействовать сейчас, на сегодняшнем этапе войны, вот эти их заявления? Ну, на какие-то, да. Это известно. На какие тогда, скажите? На какие? Ну, это действует уже, например, на Венгрию. Значит, они не дают возможности поставлять, используя свою территорию для поставки нам вооружений. Ну, мы уже не говорим там о Беларуси. И ряд стран с разряда Тумбу-Юмбу, которые голосуют в Организации Объединенных Наций, на поддержку, так сказать, агрессии, которую руководит Украина. Вот. Значит, поэтому Россия использовала и будет дальше использовать все свои возможности по осуществлению давления. Известно, что сначала были государства, та же Светция заявляла, и даже Дания, по-моему, вначале, что они будут использовать свои войска. Потом этот вопрос отпал. Финляндия со Швеции делала заявление, и Швеция некоторое время промолчала про вступление в НАТО. Финляндия стоит. Сколько возможностей? Значит, поэтому Россия использует свои экономические, политические и даже военные возможности с точки зрения угроз на то, чтобы давить на руководство государств, и чтобы они меняли или формировали свое отношение к этой войне в интересах России. Этот процесс известный, они всегда так поступали, и сейчас, тем более, это им необходимо в связи с такой достаточно мощной поддержкой единое большинство стран в Европе и в мире. Еще два вопроса, осталось еще один по международке, если можно. Вы уже сказали, Швеция, Финляндия, вступление в НАТО, вроде по информации опять-таки СМИ, в мае они подадут заявки. В июне, якобы, да, будет рассматриваться вопрос. А в июне будет рассматриваться. И Россия уже объявила о том, что она будет рядом с Финляндией проводить какие-то учения. Как вы считаете, это отвлечет какое-то достаточно значимое количество войск от войны здесь или нет? Нет, значимое нет. они уже в округе вот в своем, который граничит, есть видео, показывают, перекидывают войска на побережье, в частности, берег корабль значит, на границе, чтобы угрожать и Финляндии, и Швеции. И говорят о том, что в случае, так сказать, усилий, которые будут предприниматься, о вступлении, они будут, ну, следующие за Украиной, или если до этого времени начнутся идти, это еще соответствующие действия. И натовские эксперты оценивают эту ситуацию, считая, что наиболее опасны, даже если принимать решение, вот от момента подачи документов и потом по вступлению. То есть это время еще не действует, пятая статья, россияне это понимают, и поэтому могут предпринять усилия к тому, чтобы использовать это время по нанесению удара, захвата и так далее, чтобы, во-первых, с этими государствами решать соответствующим образом, вот, подобным, как война действует против Украины, ну, и остальным отбивать такое желание, у которых будет возникать. Такое желание возникать, скажем так. Ну, им же на самом деле достаточно просто зайти на какой-то небольшой кусочек финской территории и сделать там свое, условно говоря, ФНР. Ну, мы же понимаем, как они действуют для того, чтобы не вступила Грузия, для того, чтобы не вступила Молдова, этот конфликт между Арменией и Азербайджаном со спорным Нагорным Карабахом, это все для того, чтобы мы не вступили в НАТО. Мы сейчас это, наверное, все прекрасно понимаем. Да, ну, надо иметь в виду, если Азербайджан сильное, как государство, вооруженные силы, поддерживаемые Турцией, активно имеют союз определенный с Турцией, то они сделали, провели военные действия, успешные и так далее. Или, если с Молдовой они, в общем-то, имеют намерение, как бы европейское правительство во главе с САНДО, но колоссальная зависимость экономическая, энергетическая, и поэтому не решаются на какие-то действия не только по отношению своей страны, но и вот в этой войне против Украины занимают неизвестная ситуация. Вот вам результаты этого давления и поведения правительств в соответствующих государствах. Ну, вы думаете, русские предпримут какую-то операцию против Финляндии, я имею в виду наземную, или нет? Я думаю, что это, кстати, во многом будет зависеть, как будут складываться дела у нас на Востоке и в целом по Украине, и они будут влиять на то, то есть, если будут сильно себя чувствовать, могут какие-то отдельные элементы, связанные вот с тем, о чем вы говорили, какую-нибудь территорию захватить и попытаться, создать там, так сказать, альтернативное правительство, ну, как это они делали вот в Украине сто лет назад, харьковские там, столицы, и все остальное до этого большевистскую Украинскую республику, и если дела у них будут складываться хуже, им будет не до этого какие-то угрозы формальные, но действия, они не разорвутся, у них просто не хватит сил. Понятно. Ну, и последний тяжелый вопрос, сразу говорю, это Мариуполь. Мы вот как-то поговорили про все остальные с вами города, которые сейчас там или под ударом, или близкие к линии фронта, Мариуполь, большие города, я имею в виду, и вот Мариуполь. Как вы считаете, его вообще возможно доблокировать или нет? Ну, в прямом действии, то есть заводить туда войска и вот попытаться так нет, но в ходе ведения вот этой оборонительной операции, как она будет складываться, можно, возможно, если будут на этой силе провести асимметричные действия, которые могут в свою очередь привести к тому, чтобы, ну, может быть, не деблокировать, а спасти то, что осталось от этого гарнизона и гражданские, которые не выпускают российские войска, которые очень страдают. Вот, я вижу это решение где-то вот так. Роли значения Мариуполя просто уже исторически для Украины, на мой взгляд, это герои на уровне киборгов Донецкого аэропорта, как бы там не завершилось, будет именно так, они будут всегда с нами, их подвиг, важная само по себе и оборона Мариуполя. И, кроме того, второе в оценке действий воинов, которые защищают Мариуполь, сводится к тому, что они отвлекают существенную группировку, более 5000 противника, только по личному составу вооружения, техника, которые вынуждены, так сказать, с российской стороны воевать против оставшихся воинов и не имеют возможности принимать участие на других участках этой операции, этой борьбы в восточном регионе. Спасибо вам большое. Напомню, что это были хроники войны. Сегодня 55-й день войны. Мы обсуждали все то, что происходит на фронте с международным сотрудничеством и как был подбит крейсер Москва с генерал-лейтенантом в отставке Игорем Романенко. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Исландия, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях и увидимся завтра. Спасибо вам большое. Спасибо вам за совместную работу.